Трампу и Тайсону не стыдно пройти банкротство, а вам стыдно? Какие известные личности загнали себя в долги и смогли от них избавиться? Друзья, в этом выпуске так и хочется рассказать всю правду о банкротстве. Особенно, когда приходит мужик с долгами в 400 тысяч рублей, и единственное, что его останавливает от свободной жизни, без долгов, это стыд. Ведь на самом деле стыдно, когда о банкротстве узнают родственники, друзья, знакомые, будут, может быть, осуждать. Давайте попробуем разобраться в этом страшном слове банкротства, настолько ли оно страшно. Всем привет, я Роман Родин, руководитель федеральной юридической группы Дело Время. Мы законно избавляем граждан от долгов вот уже более 8 лет. Сегодня я расскажу, как воспользовались процедурой банкротства такие знаменитые люди, как Волт Дисней, Трамп, Тайсон и другие. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайк этому видео и давайте начнем. Имя Уолтера Дисней прочно ассоциируется не только с мультипликацией, но также олицетворяет собой пример, как ни странно, успешного банкротства. Начав в 1920-х годах в качестве рядового рекламщика, рисующего плакаты и ролики, рассказывающие о гигиене средств против клопок, да-да, если вы не знали, именно с этого он и начинал. Дисней собирает вокруг себя команду единомышленников, мультипликаторов. Пообещав им золотые горы от мультипликации и рекламы, Дисней вдохновляет их на съемки своего первого мультфильма «Лоук О'Грэм» с «Мехограмма». С этим творением компаньоны начинают искать инвесторов и вскоре их находят. На собранные деньги мультипликаторов организует свой первый фонд и свою первую компанию, названную в честь первого мультфильма. Кстати, друзья, обязательно напишите в комментариях, знаете ли вы каких-нибудь известных людей, которые проходили процедуру банкротства, ну или хотя бы погрязли в долгах. На первом этапе дела фильма идут вовсе неплохо. Художники рисуют рекламу, компании заказывают ролики. Дисней считает и делит прибыль. Попутно он снимает свой первый большой мультфильм про Алису в Зазеркалье, с которым планирует прославиться и попасть в Голливуд. Уже через несколько лет его мечте суждено было сбыться. Как выяснилось, бизнесмен из Диснея получился неважный. Соучредители его обманули и исчезли со всеми деньгами, оставив в съемочной группе только долги и нереализованные проекты. Проект Лохо Грэм, как и сам Дисней, были признаны банкротами. Однако это обстоятельство не сломило мультипликатора, ведь у него остался мультфильм про Алису и также мечта о Голливуде, куда он и поспешил выехать. Голливуду начинающий режиссер показался весьма перспективным. А инвесторы на такой пустяк, как личное банкротство, попросту закрыли глаза. Фильм про Алису был успешно продан и восторженно встречен публикой. Настолько успешно, что Диснею даже выделили деньги на следующие серии мультфильмов. Собственно, так и появилась компания The Walt Disney Company, возглавляющая мировую индустрию развлечений. Хочу обратить внимание на то, что работая 7 лет в процедуре по списанию долгов и наблюдая за теми судебными банкротствами, что те, кто одержим идеей развития, все время рискуют и добиваются успехов. Провалы – это просто жизненный путь. Не нужно в них застревать, можно просто решить проблему с долгами и стартануть с чистого листа. Расскажу про еще одного известного банкрота. Я думаю, что все знают, кто такой Дональд Трамп – бывший американский президент и миллиардер, состояние которого оценивается от 1,5 до 10 миллиардов долларов. Своё состояние он сколотил на недвижимости. На его пути повстречались несколько финансовых кризисов, заставившие его отправить под процедуры банкротства собственные компании, такие как Тадж-Махал-казино, стоимость которого составляла 1,2 миллиарда долларов. Открывшись в 90-м году, обанкротилась в 91-м году из-за недостаточного дохода в условиях стагнации американской экономики. Дональд Трамп лишился не только половины доли в этом казино, но и личной яхты с авиакомпанией. Поэтому, когда люди стесняются сказать, что стали банкротами, играя в казино, я вспоминаю всю историю Трампа. Друзья, вот вы серьёзно думаете, что если вы проиграли в казино 100 тысяч рублей, что теперь стоит жить в тени всю жизнь? Я, конечно, не агитирую игроманов, но осознать ситуацию и списать долги навсегда, и начать жизнь новую, полноценную, путём оформления процедуры банкротства, кажется мне абсолютно нормальным. И причём неважно, долги были из казино или финансовых пирамид. Итак, у Трампа ещё был казино-отель Castle Hotels & Casino. Этот отель и казино обанкротились спустя год после Тадж-Махала. И Трамп аналогично потерял доли в этом отеле из-за долгов по облигациям. Кстати, сейчас казино живёт и здравствует под новым названием «Золотой самородок». Затем были казино Plaza Hotel, Trump Plaza, Holding Trump Hotels & Casino Resorts. Вот так Дональд Трамп, миллиардер, президент США, несколько раз обанкротил собственные компании. Ну и пожалуй, нужно обязательно ещё упомянуть о Майке Тайсоне. Пример того, когда в порядке личная жизнь и спортивная дисциплина, но финансовая дисциплина очень страдает. И это также можно исправить, если есть соответствующее желание. Итак, Майк Тайсон был одним из самых богатых спортсменов на пике своей карьеры. Но за несколько лет он стал банкротом. Благодаря своему таланту побеждать в сложных поединках он сделал карьеру. Майк Тайсон оставил легендарный след в мире бокса. Конечно, его победы на ринге только увеличивали его состояние. Хотя вскоре обнаружилось, что Тайсон не только постоянно выбивал нокауты на ринге, но с такой же силой тратил своё состояние. И ему не потребовалось много времени, чтобы прожечь почти весь свой капитал. Его чрезмерные привычки тратить и неспособность управлять своими финансами сделали его банкротом. Вот только несколько примеров, как он потратил свой первоначальный капитал в 300 миллионов долларов. Богатая коллекция автомобилей 4,6 миллиона долларов. Многие преуспевающие спортсмены владеют автопарком роскошных автомобилей. Но Тайсон вышел на новый уровень, когда потратил более 4,5 миллионов долларов на автомобили. Вот вы представляете себе потратить 4,5 на тачке? Тайсон за свою жизнь приобрел не менее 11 автомобилей и был счастливым обладателем невероятно дорогих и уникальных моделей. Он владел ограниченным тиражом Bentley Continental SC, который был одним из 73 когда-либо выпущенных, а также несколькими Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce и другими марками. Далее ванна из золота за 2,2 миллиона долларов, купленная для его супруги. Также его пернатые друзья на 400 тысяч долларов. Ведь Майк Тайсон имел причудливую тягу к домашним голубям. И когда дело дошло до массовых покупок и содержания, начал ощущать, насколько это финансово затратно. Он инвестировал в них огромные деньги. Утверждал, что в любой момент времени у него было более 3000 голубей. Странное хобби, не правда ли? Также у него были настоящие сибирские тигры. 210 тысяч долларов. Весь и вместе? О-о-о-о! Мистер Тайсон хочет знать, почему его тигр у вас в ванной. Как же без огромного особняка стоимости 22 миллиона долларов? Ну и чрезмерные увлечения ювелирными украшениями. Говорят, что в магазине E-Point он тратил 100 тысяч долларов в месяц на аксессуары и одежду. В его коллекцию входила и пара часов от пиаже с бриллиантовым покрытием. В результате Тайсон был признан банкротом. Часто это желание жить шикарно здесь сейчас приводит к соответствующим последствиям. Кстати, друзья, о том, по каким психологическим причинам обычные граждане оказываются в долгах, я уже записывал видео с психологом, мы обсуждали этот вопрос, ссылка появится вот здесь на экране. Рекомендую, очень интересно. Это лишь некоторые знакомые каждому личности. Также банкротились и Марк Твен, Майкл Джексон, Томас Эдисон вообще подавал на банкротство 5 раз. Ну и соответственно другие всякие личности. Важно понимать, что банкротство это не клеймо для неудачников, как пытаются убедить банки и коллекторы. Это шаг к новой жизни, законный второй шанс после допущения ошибок. Друзья, если вы хотите законно избавиться от долгов, но не можете решиться на этот шаг, то вы можете просто сейчас записаться на бесплатный разбор вашей ситуации по ссылке в описании в WhatsApp. Я и мои юристы обязательно проанализируем именно ваше дело и поможем навсегда списать вам долги. А на сегодня это все. С вас обязательно лайк, подписывайтесь на наш канал, также пишите ваши вопросы в комментариях. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok